Прежде всего, Владимир Владимирович, спасибо за то, что пригласили, потому что мы порой замыкаемся в рамках каких-то собственных проблем и со стороны не видим, что происходит. Вы правильно сказали, что можно час-другой найти для того, чтобы передохнуть. Я этим воспользовался с утра. Спасибо за те трассы, которые были подготовлены. Для меня это родной дом. Я ехал по новой дороге вчера вечером, поздно вечером, уже к ночь, и вспоминал ту трассу, тяжелую, страшную советскую трассу, по которой мы перемещались. Страшно было смотреть вниз. Сегодня это совсем другой курорт, совсем другая территория. Я рад, что в свое время белорусы построили здесь свой дом. У нас тут две гостиницы, особняки, которые сегодня заполнены туристами. И работаем не в убыт. Поэтому благодарю вас за это приглашение. И за ту программу, которая российскими товарищами была начертана. У нас действительно есть возможность и поговорить по вопросам не только экономики, но и по гуманитарным вопросам. Мы пригласим министров в Сириус. Благодарю вас за приглашение переговорить с нашими коллегами, которые будут завтра у вас по важным международным проблемам. Вы должны знать, что международные отношения и в контексте этих международных отношений, отношения Беларуси и России незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил. Да и не надо вас в этом убеждать. По крайней мере, мы с вами это хорошо знаем. Что касается поддержки нашей экономики, я также вам благодарен. При этом я часто послу нашему, говорю российскому, что экономика Беларуси – это финишное производство российской экономики. Мы сырье, комплектующее 60-70% по основной машиностроительной продукции, нефтепереработки покупаем в России. Поэтому это наша общая экономика и поддерживая нас, вы, конечно, поддерживаете те примерно 35-40 миллионов вместе с семьями людей, которые работают на российских предприятиях, которые поставляют в Беларусь продукцию. Поэтому если кто-то там в России, в Беларуси не понимает это, я думаю, поймут. Конечно, всегда вопросы есть и будут, но мы всегда находили развязки этим вопросом. Думаю, не является это и большой проблемой для нас. Что касается продовольствия, исследования у вас, у нас проведены. Поэтому мы имеем все возможности для того, чтобы накормить людей качественными продуктами питания. Потому какие бы ни были конфликты и скандалы, вы помните, должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять неплохую водку, неплохую закуску. Вы это должны четко понимать. Еще раз спасибо, Владимир Владимирович, за приглашение. Думаю, что наши встречи здесь несколько дней, они будут очень полезны для белорусско-российских отношений. Я уверен, что так и будет. Спасибо большое. Спасибо.